Здравствуйте, уважаемые студенты! Наш видеоурок посвящен теме «Внутривенная инъекция техника постановки». Урок ведет преподаватель предмета «Основы сестринского дела» Адилова Гульмира Сулетовна. Цели урока – обучающее. Студент должен знать цель процедуры, показания, противопоказания, возможное осложнение и необходимое оснащение для проведения процедуры. Студент должен уметь строго по профессиональному стандарту выполнять внутривенную инъекцию. Воспитательная цель урока – строго следовать принципам морального кодекса медсестры, быть честным, ответственным и гуманным, стремиться быть хорошим специалистом. Цель процедуры – лечебное струйное введение лекарственного раствора в кровяное русло. Показания к проведению процедуры – назначение врача. Противопоказания – аллергическая реакция, поражение кожи и подкожно-жировой клетчатки в предполагаемом месте инъекции, флебит пунктируемой вены. Возможное осложнение – ошибочное введение лекарственного вещества, гематома, медикаментозной воздушной эмболии, некроз, тромбофлебит, спид, он же ВИЧ, вирусный гепатит, флебит, сепсис, аллергические реакции, анафилактический шок. Места введения инъекции, поверхностные вены локтевого сгиба, поверхностные вены предплечья, кисти, тыла стопы, вены головы у детей. Приготовьте необходимое оснащение к процедуре. Стерильные шприцы однократного применения длина иглы 40 мм, емкостью 10-20 мл. Стерильные салфетки, стерильные ватные шарики, резиновые перчатки, лекарственные средства, кожный антисептик, резиновый жгут или венозная манжетка, клеенчатый валик, пинцет без раствори, противошоковый набор. На фотослайде изображено оснащение для проведения внутриверной инъекции. Алгоритм действия. Первое. Объясните пациенту цель и ход процедуры. Дайте необходимую информацию о лекарственном средстве. Проведите деконтаминацию рук на гигиеническом уровне. Обработайте их кожным антисептиком. Наденьте маску и перчатки. Вскройте упаковку и соберите шприц. Наберите лекарственные растворы замплы. Усадите пациента или уложите на кушетку. Поместите под локоть пациента клеенчатый валик для максимального разгибания конечности в локтевом суставе. Наложите резиновый жгут на среднюю треть плеча на салфетку или на цельное белье. Завяжите жгут так, чтобы свободные концы были направлены вверх, а петля вниз. При этом пульс на лучевой артерии не должен меняться. Попросите пациента несколько раз сжать и разжать кулак, затем зажать для лучшего выполнения наполнения кровью вены. Помассируйте предпечье пациента в направлении от кисти к локтевому сгибу. Слегка похлопайте кистью руки по области локтевой ямки для усиления наполнения вены. Исследуйте вену, найдите наиболее наполненную вену, пропальтировав ее. Обработайте кожным антисептиком перчатки. Обработайте место инъекции последовательно двумя серийными ватными шариками с моченными кожным антисептиком в одном направлении. Вначале большую зону, затем непосредственно место инъекции. Третий ватный шарик с кожным антисептиком положите между четвертым и пятым пальцами левой руки. Возьмите шприц в правую руку, вторым пальцем в правой руке держите конюлю иглы. Пятым пальцем поршень шприца, первым, третьим, четвертым пальцами держите цилиндр. Проверьте отсутствие воздуха в шприце. Натяните большим пальцем левой руки кожу в области локтевого сгиба, несколько смещая ее к периферии, чтобы фиксировать вены, не меняя положение шприца в руке, держа иглу срезом вверх, почти параллельно вене проколите кожу, затем осторожно введите иглу на одну треть длины в вену, пока не ощутите попадания в пустоту. Убедитесь, что игла в вене, потяните поршень на себя, в шприце должна появиться кровь, развяжите жгут левой рукой, потянув за один из свободных концов, попросите пациента разжать кулак. 18. Повторно убедитесь, что игла в вене, не меняя положение шприца, первым пальцем левой руки нажмите на поршень и медленно введите лекарственный раствор в вену, не доводя поршень шприца до упора. Приложите к месту прокола третий стерильный ватный шарик, смоченный кожным антисептиком. Извлеките иглу, слегка прижмите место прокола ватным шариком, смоченным кожным антисептиком. В течение трех-пяти минут попросите пациента согнуть руку в локтевом сгибе до полной остановки крови. 20. Поместите шприц иглой, не надевая колпачок, а также ватные шарики и перчатки в КБСУ, контейнер безопасного сбора и утилизации. Вымойте и высушите руки. Уважаемые студенты, я хочу сейчас вам продемонстрировать алгоритм действия техники проведения внутривенной инъекции. Прежде чем приступить к манипуляции, вы должны поприветствовать, поздороваться с пациентом, объяснить ему цель и ход процедуры, дать необходимую информацию о лекарственном веществе, об ощущениях во время и после инъекции, взять у него согласие. После чего, по приказу 111, вышедшим 23 апреля 2013 года, вы должны провести деконтаминацию рук, помыть руки жидким мылом, обработать антисептиков и одеть резиновые перчатки. После чего мы непосредственно приступаем к манипуляции. Мы берем в руки упаковку со стерильным шприцом. Емкость при данной инъекции, емкость шприца 10 или 20 мл. Далее мы смотрим срок годности и герметичность упаковки. Начинаем открывать упаковку, скрывать. Саму упаковку мы бросаем в класс А. Дальше мы проверяем проходимость стеглы. Кладем стерильный лоток. Затем мы берем лекарственное вещество в руки, в данном случае ампула. Читаем название, процентную концентрацию, срок годности лекарства. Сравниваем с назначением врача. Далее мы открываем бикс. Берем стерильный пинцет. Извлекаем из бикса стерильные ватные шарики в крафт-пакете. Открываем крафт-пакет. Кладем стерильный лоток. Берем пинцетом стерильный ватный шарик. Смачиваем в спирте. И вскрываем ампулу, предварительно обработав. Саму ампулу мы бросаем в класс В1 для твердых медицинских отходов. Далее берем в правую руку шприц. Снимаем колпачок, фиксируем муфту иглы. Правильно держа ампулу в левой руке, набираем лекарственный препарат. После чего мы должны поменять иглу и, одев колпачок, извлечь воздух, выпустить воздух для профилактики возможных осложнений, воздушной эмболии. Шприц кладем в серийный лоток. Далее, уважаемые студенты, надо уложить или усадить пациента. Затем мы должны под локоть пациента положить клеенчатый валик для полного разгибания руки в локтевом суставе. Следующее наше действие – наложение жгута. Жгут накладывается на среднюю треть плеча, обязательно на одежду пациента. Одежду мы так скатываем и заворачиваем таким образом жгут. Если у пациента короткий рукав, нужно жгут накладывать на салфеточку. На голое тело жгут накладывать нельзя. Наложение жгута делается таким образом. Мы левой рукой соединяем жгут. Правым вторым пальцем мы образуем петлю. Конец жгута должен смотреть вверх, петля вниз. После чего просим пациента сжать и разжать кулак. Затем мы массажными движениями ребром ладони левой руки нагнетаем кровь к локтевой ямке. Затем просим пациента сжать кулак и пальпируем вену для полного кровенаполнения. Далее мы берем в руки стерильный ватный шарик и обрабатываем перчатки. После чего мы берем два ватных шарика, смачиваем в спирте. Третий ватный шарик мы зажимаем между четвертым и пятым пальцами. Первым ватным шариком мы обрабатываем большую зону инъекции площадью 10 сантиметров. Вторым ватным шариком мы обрабатываем меньшую зону площадью 5 сантиметров. Далее мы берем шприц руки и не снимая колпачка выпускаем воздух. Затем фиксируем муфту иглы, снимаем колпачок и скосом иглы вверх, большим пальцем левой руки, зажимая вену, фиксируя, мы вводим на 3 сантиметра выше, параллельно вене, прокалываем кожу, на 1 треть вводим иглу в вену. После чего левой рукой мы тянем поршень на себя. В шприце должна появиться кровь. После чего мы просим пациента разжать кулак и снимаем жгут. Медленно левой рукой, нажимая на поршень, мы вводим раствор в вену. После как мы ввели раствор в вену, ватным шариком, сухим, не смоченным, мы зажимаем место инъекции, просим пациента согнуть руку на 3-5 минут. Далее мы опускаем шприц без колпачка в контейнер класса В1 для твердых медицинских отходов. По истечении 5 минут мы убираем ватный тампон и проверяем место инъекции, нет ли осложнений. Ватный тампон мы должны выбросить в контейнер класса В2. Спрашиваем пациента о самочувствии. Критерии оценивания. Студент знает цель, показания, противопоказания, возможные осложнения, места постановки инъекции, а также может приготовить необходимое оснащение для процедуры. Второе. Студент может установить контакт с пациентом, общается с ним, вызывает доверие. Третье. Студент может провести внутривенную инъекцию и оказать помощь при возможных осложнениях. Закрепление пройденного материала. Задание номер 1. Посмотрите на рисунок. Какие ошибки и нарушения гигиенических правил в работе медперсонала вы видите? Дискриптор. Студент может указать ошибки и нарушения правил в работе медсестры. Судент строго соблюдает гигиенические правила во время постановки инъекции. Также знает, как провести внутривенную инъекцию и наладить общение с пациентом. Посмотрите на данный фотослайд. Найдите ошибки. Ответ. Медсестра на фото номер 1, то что слева, не соблюдает санитарно-гигиенические правила при проведении процедуры, не одела маску и резиновые перчатки. На фото номер 2 справа также грубо нарушены правила личной гигиены. Медицинская сестра не одела колпак и маску, не спрятала волосы под колпак. Задание номер 2. Медсестра приготовила необходимое оснащение к проведению внутривенной инъекции. Посмотрите на фото на следующем слайде. Все ли она приготовила к процедуре? Перечислите и подготовьте необходимое оснащение к процедуре. Дескриптор. Студент оценил действия медсестры, выявил ошибки. Студент перечислил все предметы ухода и инструменты для проведения манипуляции. На данном фотослайде найдите ошибки, не хватающие предмета ухода и инструменты. Рефлексия. Я знаю, хочу знать, могу выполнить, умею. Домашнее задание. Внимательно прочитайте стандарт. Выполните заданные на дом ситуационные задания. Самостоятельно составьте тестовые задания к этой теме. Составьте кластер по оснащению процедуры. А также составьте кроссфорд, где ключевое слово – внутривенная инъекция. Спасибо за внимание и проделанную работу. Продолжение следует...